Святом Господи. Детки, выходите. Вот Слово Божие говорит, Иисус говорит. Что говорит Иисус про детей? Иисус говорит, не запрещайте детям приходить ко Мне. Помните до этого места? Ученики запрещали. То есть дети, что они делали? Они просто рвались к Иисусу. Они любили к Иисусу. Они чувствовали, что там, возле Иисуса, мир, там радость, там счастье, там любовь. И мы не будем запрещать нашим детям приходить к Иисусу. Давайте мы прострем наши руки. Пусть Иисус и сегодня их обнимет. Пусть и сегодня Иисус им даст свою святую благодать. Благослови Господь наших деток, Господь Отец, Ассана. Слово Божие говорит, Господня земля. И что наполняет ее? Аллилуйя, Отец. Мы и сами, написано, не свои, мы Божии. Мы сами себе не принадлежим, и наши дети тоже Господни. Аллилуйя, Отец Ассана. Мы еще раз, и еще раз, и еще раз, Господь, просто припручаем наших детей, Господь, в Твою любящую руку, Иисус. Потому что, Господь, Отче, Ты любишь сильнее. Ты любишь сильнее мамы. Ты любишь сильнее папы. Так, Слово Божие говорит, даже если мама оставит, хотя это очень редко бывает, но Иисус никогда не оставляет своих детей. Тебе за всю славу, честь и хвала, Господь, Иисус. Пусть наши дети всегда пребудут в Твоих крепких, надежных руках. Это самое надежное место, Господь, Отец. Аллилуйя, Отец. Спасибо Тебе, дорогой наш Господь. Благослови сегодня воскресную школу, благослови преподавателя, благослови, Господь, наших детей, чтобы они насыщались лично от Тебя, наставлялись лично от Тебя, и двигались, и ходили в Твоем святом помазании. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа, и Церковь Божия скажет Аминь. Проходите, детки, на занятия. Хорошо. Золотой стих. Богданчик приготовил. Да. Иди домой к Твоим и расскажи им, что сотворил с Тобой Господь. Аллилуйя. Сегодня после служения придете домой и расскажите обязательно, что сотворил Господь здесь сегодня. Сегодня у нас в гостях почетный гость, старший пастырь Одесской Народной Церкви Денис Сердеченко. Давайте мы его поприветствуем. Аллилуйя. Слава Господу. Бог достоин славы и чести. Я очень рад быть вместе с вами. Многих знаю и даже не чувствую, что я в гостях. Так что слава Господу. Вам так скажу по секрету, что вы никому не говорите. Где-то осталось в сердце Варна, ваши служители. И периодически вспоминаю, молюсь, потому что почему-то я вижу, смотрю на Болгарию, я вижу, что в Болгарии должно начаться пробуждение. И я рад, например, за Украину, там больше церквей. Но я уверен, что Болгария способна, способна иметь пробуждение. И где-то связывает нас Болгария, исторически связывает Болгария. Потому что сюда приехал, вы знаете, Варанаев. И я хочу на днях, может быть, побывать здесь на ЖД вокзале. Говорят, что рядом морвокзал. На ЖД вокзал он приехал с Турции. А с морвокзал он отправился в Одессу. То в какой-то степени мы объединены даже вот исторически. Варна и Одесса. Хотелось бы, чтобы действительно мы молились. Молились о том, чтобы Господь дал пробуждение. Но мы должны осознавать, за что мы обычно молимся, того Бог и посылает. Кто, вернее, молится, того Бог и посылает. Ну, все правильно, да, мысль? Такая логическая, в принципе. Кто больше всего переживает, того Бог направляет. Ну, можем посмотреть из Священного Писания. Ездра переживал, да, Бог его послал. Нееме переживал, там печально у него лицо было перед царем. И что Бог сделал? Его послал выполнить то, ради чего его сердце печалится. Вот почему нам нужно печалиться в какой-то степени за этот народ. Для того, чтобы Бог нас тоже послал и использовал нас для славы своей. Знаете, сегодня я готовился к проповеди. И я хотел сказать слово, которое предназначено именно для этой церкви. Можно было растопить или взять сухарик, его размочить и дать сегодня его. Знаете, сухарик имеется в виду заготовочки проповедей. Но Бог меня тревожил, чтобы все-таки я сказал то, что Бог ложит на сердце именно для этой церкви. Давайте мы прочитаем из Священного Писания. Это Марка, 10 глава, 46 стиха. Ну, перед тем, как мы прочитаем, я хочу передать приветствие с Одесской народной церкви. Кто был в Одесской народной церкви? Я знаю, что многие из вас были. Мы очень рады, что мы можем дружить. Приглашаем в Одессу. Обычно с Одессой приезжают отдыхать в Варну, а с Варной, наверное, в Одессу. Вот так оно принято. Подальше от дома. Неважно, куда, лишь бы от дома. То, что это одно Черное море, оно неважно. Хорошо. В Библии написано. Приходит Верихон. Иисус Христос, Он шел с учениками, и приходит Он в Верихон. Если мы посмотрим по карте, то мы увидим, что Верихон всегда находился по дороге в Иерусалим. И много, вы знаете, притч, историй об Верихоне. Иисус Христос, для того, чтобы миновать Самарию, Он шел по Десятиградию, то есть с другой стороны Иордана, и шел в Верихон. И с Верихона они направлялись уже в Иерусалим. Я был в Иерусалиме, возле Иерихона был, старого Иерихона. Это такой, знаете, самый большой оазис в Иудейской пустыне. Это действительно зеленое место. Если вы посмотрите на пустыню, то с этой стороны вы увидите огромные такие волны, камни желтого цвета, безжизненные. Я так пошел немножко вглубь этой пустыни. Ничего живого там нет. Я лично смотрел, ничего живого нет. И почему важно было путникам остановиться в Верихоне? Для того, чтобы набрать воды, набрать, приготовиться к путешествию. Недолгий путь, всего лишь 26 километров, но много смертей именно на протяжении вот этого пути. С Иерусалима в Иерихон или с Иерихона в Иерусалим. И Библия написана, «И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множества народа, в Артемии сын Тимеев слепой сидел у дороги, прося милостыни». Это типичный случай Израиля. Бедные люди просили подать. Почему они просили? Сейчас человек может получить социальную помощь, пенсию и все остальное. Но в древности не было такого понятия пенсии. Если ты стал инвалидом, ты не можешь выйти на поле, ты никому не нужен. То есть ты умирал, ты обречен на бедность. И многие люди, инвалиды, в прямом смысле слова, становились ненужными людьми. Потому что работать не могут, то спина, то еще что-то, то шея, то нет ноги, то гангрена и так далее, и так далее. И люди оставались на обочине жизни. В Артемии сын Тимеев, скорее всего, что был один из таких людей. Когда-то сильный, здоровый, с определенными возможностями, планами, жизненными планами. Оказался просто тем, который просит милостыни. Оказался на обочине. Это страшное состояние, когда ты не можешь сам себе помочь. Я знаю это состояние, потому что когда-то мне пришлось быть в эмиграции, как некоторым из вас. Но разница эмиграции от эмиграции в том, что ты вообще ничего не можешь понять, что тебе люди говорят. Ты пытаешься, но тебе непонятно. Я вспоминаю, когда первый раз пришел на работу, и мне что-то супервайзер... Ну сначала, как тебя зовут на английском? Так, меня зовут Денис, ты откуда? Это все мы учили в школе. Но дальше не по школьной программе, потому что мы обычно учили, что это лампа, это котик, и все, больше мы ничего не учили. А потом пошло это, и я понял, что он начинает говорить и давать мне задание, задачу. Что делать? А я же работать хочу, кушать хочу. Что делать? И он говорит, говорит, долгий монолог такой был. И потом я услышал слово знакомое «гарбич». Знаете, гарбич – это мусор. Я понял, надо что-то с мусором делать. Задача с мусором. Я подхватился и начал мусор собирать в такую коробку большую. Он такой «ноу-ноу». Я думаю, что еще с этим гарбичем можно делать? А, я понял. Это можно тянуть большой гарбич на улице. Я тяну и смотрю, а добрям? Знаете, он качает головой. Все, ты правильно делаешь, правильно идешь. И знаете, вот это состояние беспомощности, беспомощности. Вы были в состоянии беспомощности в своей жизни. Когда вы не можете сами себе помочь. Когда ты смотришь на человека, когда ему 30 лет, но он болеет болезнью, которая неизлечима. И ты понимаешь, что помочь ты ему не можешь. И он сам понимает, что ему никто не поможет. И из бывшего атеиста становятся очень верующие люди. Божественными людьми. Почему? Потому что сам себе помочь не могут. Друзья помочь не могут. Там советы дают, а тебе эти уже советы не нужны. Ты хочешь, чтобы тебе помогли. Знаете, как сейчас мы ехали в Румынии, машина остановилась. Тоже определенная беспомощность. Беспомощность. Знаете, Вартимей был беспомощным. И дальше, услышав, что это Иисус Назарей, Иисус Назарей, Он начал кричать и говорить, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Знаете, когда человек беспомощный и в определенных трудностях, то он начинает кричать. Он начинает просить. Когда он понимает, что ему никто уже не поможет, то он начинает просто кричать. Тема моей проповеди, я так ее назову, это возможности. Это возможности, которые Бог нам дает в нашей жизни. Не упусти возможности. Это не только касается спасения, но это тоже важная тема спасения. Но это и жизненные возможности, это служение Богу, служение людям. То есть Бог дает или жизнь, она наполнена определенными возможностями. И как иногда нам кажется, что они правильные возможности. Возможность. И знаете, Вартимий, сын Тимеев, он сидел, и это была реальная возможность получить ответ. Я не знаю, может быть, когда сидели там хромой, косой и так далее, все они сидели возле этой стены. Они слышали и передавали им, что есть один человек, который ходит, он может исцелять, он может давать полное исцеление. Слепые прозревают, глухие слышат, хромые ходят. Скажите, эти слухи актуальны для какого человека, скажите? Для здорового или для больного? Для здорового, для здорового это не нужно. Я думаю, что здоровый человек и распял Иисуса Христа, потому что ему абсолютно было неинтересно его спасение или исцеление. Но больной человек, как Вартимий, он понимал, это его шанс. И представляете, через те ворота, где он сидел, вдруг идет Иисус Христос со своими учениками. Какая реакция нормального человека, который нуждается в помощи? Он не хотел потерять свои возможности. Это была реальная возможность. И он начал кричать, Иисус, это дождь такой? Тоже возможность. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Он начал кричать, именно вот это был рев его души. Это его было, ему было уже все равно, что о нем подумает. Мой дядя, он долгое время начальник района порта, Измаильского порта был. Там три района, это огромные. В Украине пять портов. В Одесской области только пять портов. И Измаильский порт, это стратегический порт, это морской порт, куда входят огромные такие судна. И знаете, и он был начальником третьего района. И сколько ему не говорили о Боге, но он не слышал. То надо заработать, там квартира, там это, то, то, все, надо, то стыдно, а что я скажу, что люди скажут. Я такой весь, Измаил, небольшой городок, ну сколько там, 70 тысяч, 75 тысяч. Все друг друга знают. Это как такое, знаете, большое село. Ну что люди мне скажут, и так далее, и так далее, все, я вот такой, такой. Но знаете, когда парализовало его, то он начал молиться. Знаете, он начал молиться. Он начал молиться, и ему не стыдно уже молиться. Знаете, это очень важно, чтобы мы не дождались такого момента в своей жизни, когда в нам будет, мы вынуждены будем молиться. Об одном я молюсь Господу. Господь, помоги, чтобы я служил тебе не только тогда, когда уже нет выхода, а когда есть еще реальный, реальный выбор в моей жизни. Дай мне этот выбор. Вот сестра была прямо перед служением, говорила, что приехала в Одессу, говорила родственникам о Боге, и принимали родственники. И знаете, через неделю один из родственников просто умер, неожиданно. Была возможность. Сестра использовала возможность для того, чтобы сказать, не зная того, что это возможность. Как узнать, что это последняя возможность в моей жизни? Сказать о Боге, получить ответ в жизни, принять решение правильно. Как узнать? Надо услышать, что Иисус Христос идет. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Это должно быть крик души внутреннего. Это должно вырваться изнутри. Желание. Этот крик, который не будет обращать внимания на других людей или обстоятельства. Это будет мое личное решение. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Я знаю, у нас сестра пожилая, ей 80, наверное, даже больше, 80 лет, 82 года. И знаете, она сказала, пастор, я должна ехать в Сибирь. Там мои родственники, только недавно это было. Я последний раз могу поехать туда. Я говорю, зачем так далеко? Скайп, все можно. Она говорит, я хочу им лично рассказать об Иисусе Христе. Это мой последний шанс. И знаете, она поехала на поезде до Москвы пару суток. Потом она ехала еще пару суток на поезде там дальше куда-то. Потом автобусом. Потом с автобуса ее забрали на машине. И она еще полдня на машине ехала. Завезли в какую-то глушь туда. И знаете, ради чего? Давление поднялось, еле находит. Но она знает, знала, это ее последняя возможность. У нее сильное желание, это последняя возможность. Встретиться с близкими и родными и сказать им об Иисусе Христе. Важно узнать время. Время, то, которое Бог определил для нас. И знаете, когда позвал Иисус к нему, его, позвал его, что ты хочешь, сказал в 51 стихе. Сильпой сказал, научитесь, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. Вера твоя спасла тебя. Вера твоя спасла тебя. Скажите, вера твоя спасла тебя. Это как раз и есть вера. То, что я решаю исследовать. Что такое возможность? Это условие или обстоятельства, позволяющие сделать. Окно. Но в жизни иногда есть определенное окно, которое Бог нам дает. В любой сфере жизни. Это выбор супруги, супруга. Это окно принятия решения, переехать куда-то, жить где-то. Вот окно. И если в это время, в это окно не войдешь, или в эту дверь не войдешь, то вряд ли в твоей жизни будут изменения, положительные изменения. Проблема человека, то, что человек всегда нерешительный. Он смело не может принять решение, смело сказать, я пойду, я последую, я сделаю. Окно. Принять решение. Исфирь. Это тоже интересный пример. Знаете, да, кто такая Исфирь? Или рассказываете историю? Кто знает историю Исфирь? Ну, приблизительно. Девочка израильтянка, ее взяли в плен, насильно на царе женили, замуж выдали, я не правильно сказал. Насильно. И она поднялась на царское, ну, стала царица. Конечно, мы всегда ее в розовом цвете пишем, что она по любви. Не по любви, насильно. И вот так, выбора у нее много не было. И знаете, она бы могла бы жить вот так, как она живет. Депрессуя там где-то в чертовах, никто бы ее не знал, и сам царь ее, наверное, бы не знал. Депрессовала там. Но у нее был единственный шанс помочь израильскому народу. Почему Бог ее туда поставил? И знаете, Мардахей, когда ее дядя сказал, он сказал очень важную мысль, не для этого ли часа Бог тебя сюда поставил? Если не через себя придет спасение, то через другого. Но спасение придет для израильского народа. Не для всего ли часа вы помещены в армию? Для какого часа вы находитесь здесь? Вы не задавались этим вопросом? Я задаюсь этим вопросом. Задаюсь лично в своей жизни. Почему я именно там, где я должен быть? Не где-то в другом месте, а именно там я нахожусь. Для какой цели здесь вы находитесь? Просто жить? Да, Бог дает нам жизнь. Как и в принципе Исфири, она нормально жила, все нормально и кушала хорошо, поверьте, что. И там масла такие, что вы даже это, что там это болгарская роза? Это никуда, по сравнению, что там у Исфири было. Знаете, но она могла бы дальше жить и вот так и жить. Но Библия говорит, не для этого ли час? Вы знаете, есть вот эта дверь, окно, шанс послужить Божьему изволению. И у каждого из нас в жизни есть этот шанс. У каждого из нас в жизни есть этот шанс послужить Божьему изволению. В какой мере? Мы не знаем, мы оглядываемся. А почему? Зачем? Зачем я живу? Но всегда есть возможность. Ее надо просто увидеть, надо осознать, понять, почему эту возможность. Вот почему сегодня Бог побудил мне сегодня говорить о возможности. Я верю, я однозначно верю, что каждому из нас в жизни есть особое предназначение. Это не просто есть, кушать, пить, жениться, замуж выходить и потом еще то, что покушали, отдать. Нет. Библия четко есть предназначение каждому из нас. Правда или нет? И когда кто-то открещется, ну а что у меня, я тут только так, с краешку. Нет. Вы сегодня услышали. Я освободил это слово. Вы услышали. Нет. Нет, не будет там на небе оправдания, если вы сейчас слышите меня. есть Божие изволение. Я хотел бы, чтобы все церкви, каждый верующий были посвящены Господу и искали эти возможности пред Богом, чтобы осуществить славу Божию. Скажите, пожалуйста, все рождаются ли героями? Вот мы молимся, Господь, я хочу быть смиренным. Бог дает характер смиренный или нет? Он дает возможности быть смиренным. Если молимся о смирении, Бог даст тебе такое смирение. Поверь мне, что будешь, даст тебе возможность смириться. И тебе встретится на дороге такой человек, что тебе придется смириться. Ты же просил у Бога смирение. Бог воспитает у тебя смирение. Ты просишь Господь, я хочу быть помазанником твоим. Да, Бог даст тебе помазание. Помазание. Он тебя проверит. Но помазанники рождаются только где? В служении, в посвящении, в смирении. Если Бог, я хочу быть героем веры. Хорошо, будешь героем веры. Но Он даст тебе возможность быть героем веры. Он пошлет тебя бедного человека, бедного человека навстречу тебе. Он даст тебе возможность оставить работу и посвятить полностью себя Господу. Бог даст возможность. Недавно меня потряс один молодой человек, который хорошо зарабатывал, хорошо зарабатывал, но когда ему предложил в церкви практически на волонтерских началах работать, он сказал, да, я хочу. Работу, все, все оставил для того, чтобы посвятить полностью время для Бога. Бог дал ему возможность. Он мечтал об этом, что он хотел всю жизнь посвятить для Господа. Вот тебе реальный шанс. это не просто разговоры, давайте сядем, поговорим о посвящении, давайте мы поговорим о том, как полностью посвятить жизнь Господу. Вот реальная возможность. И знаете, когда ему предложили, и сегодня он ревностно прямо живет при церкви, радуется пред Господом. Я радуюсь. Бог дал ему возможность. Я хочу быть посвященным на все время Господу. Хорошо, хочешь, вот тебе возможность. Он мог бы отказаться, да, Он мог бы отказаться, но Бог дает всегда нам возможность. Мы молимся, Господи, дай нам славу Твою, яви славу Твою. Бог явит славу. Но знаете, где слава проявляется? В трудностях. Единственный путь славы Божьей это в трудностях. Хорошо льет. Смотрите, интересный момент. Давайте мы такую формулу напишем. Первая проблема, то есть мы молимся, первая молитва, мы молимся, Боже, дай мне славу. Приходит определенная трудность, потом приходит ответ от Господа. Так или нет? Это и есть слава Божья. Ответ это и есть слава Божья. Это присутствие Божья в нашей жизни. И третье, и последнее, что мы не должны забыть, это прославить Господа. Многие люди забывают прославить Бога, когда Бог дал им славу свою, явил свою славу. Очень важно, это последователь сегодня остается пред нами. Давайте мы некоторые моменты разберем по поводу возможностей. В первую очередь мы должны расценивать возможность как благословение от Господа. Кто меня услышал? Как благословение от Господа? Как благословение от Господа? Это возможность, это шанс, который Бог нам дает. И в какой-то степени, смотрите, мы можем посмотреть на Гедеона, мы можем посмотреть на других мужей веры. Когда они возможность, которую Бог им дал, они радовались, они воспринимали как огромное благословение в своей жизни. Сын Тимеев, в Артемее это знаете как, это сын Тимеев, там написано в Артемее сын Тимеев, но сам в Артемее имя, это сын Тимеев, два раза как бы повторяется сын Тимеев, ему дали имя сын Тимеев, то есть в Артемее интересно обращается к Иисусу Христу, он говорит сын Давидов, не обращали никогда внимания? Сын Тимеев говорит, я сын Тимеев, сын Давидов, помилуй меня, сын Тимеев, помилуй меня. Хорошо, что вы сейчас в церкви, не гуляйте там, на пляже. Я так за вас сейчас рад, вы использовали возможность, вы сухие, вам не надо никуда бежать и так далее. Реально просто вы молодцы. Вы знаете время посещения. И знаете, перед тем, как получить ответ, надо осознать, что это большое благоволение Божие, то, что Бог дал нам благословение в жизни. Возможность послужить людям, послужить Богу, это огромное благословение. Проблема многих верующих людей, что они не чувствуют огромное благословение в своей жизни, когда они служат Богу. Это привилегия. Он говорит, я сын Тимеев, а ты сын Давидов, ты из рода царского, помилуй меня. И сегодня мы должны сказать, сын Петра, сын Давида, помилуй сына Петра. Почему? Потому что я никто по сравнению с той славой, которую ты даешь. Осознание Его величия, Его славы приводит нас в благоговение. И тогда те возможности, которые есть в нашей жизни, они становятся реальными, и они становятся огромные благословения для нас. второе, что интересное, я обратил внимание, когда Бог дает возможность Божьим людям, я хочу обратить внимание, Божьим людям, они всегда радуются. Для них это ой, опять надо идти в церковь, ой, опять надо что-то там делать, знаете, вот с такими ропотом, вот с таким, знаете, негодованием. Это не Божий человек. Божий человек радуется возможностям. Он рад, что ему сказали, пойдем в дом Божий. Он возрадовался, ему не надо два раза повторять, уже ноги его несут, потому что он понимает это благословение. Пришел ангел к Марии, и когда ангел ей сказал, что она родит сына, что написано в Священном Писании, написано, она возрадовалась, так или нет? Она возрадовалась, она целую песню Мария поет о том, что Бог определил ее, Бог ее призвал. Это огромная была радость в ее жизни. Бог призвал ее. Если в твоей жизни нету радости, когда Бог дает возможности тебе, значит, тебе надо пересмотреть свою жизнь. Может быть, ты далеко уже от Бога. Когда рядом Христос, сердце радуется, сердце откликается на призыв, сердце тянется, человек тянется к Богу, не отталкивает Бога, он всегда будет тянуться к Богу, он будет тянуться к этим возможностям. Интересный момент. Это Марков, вторая глава в четвертом стихе. не имея возможности приблизиться к нему за многолюдство, раскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопав ее, опустили постель, на которой лежал расслабленный. Это написано о расслабленном человеке, который находился, у которого было четыре друга. И когда у них не было возможности, Библия говорит, что они сделали? Они сказали, ага, ладно, пойдем домой, кинули и пусть лежит. Но когда не было у них возможностей, что они сделали? Они нашли возможности. Они нашли выход. Всегда человек, который хочет что-то, он всегда найдет возможности. Если человек хочет служить Богу, он найдет возможности. Если человек любит, он всегда найдет возможности. Человек, который хочет встретиться, всегда найдет возможности. Человек, который хочет получить ответ от Бога, всегда найдет возможности. Аминь, церковь. Всегда найдет возможности. Проблема наша, что мы, когда видим маленькую проблему в нашей жизни, мы начинаем говорить, все, ну хватит. Я не могу, я не хочу, я отступаю, я не буду бороться. А может быть, это не от Бога. А может еще, еще, еще. Мы много разговоров можем говорить. Но Библия говорит, что это как раз есть вера. Когда мы ожидаем, мы рискуем. Мы влаживаем, мы рискуем. Но мы это делаем. И Бог благословляет нас. Рискуем. Да, рискуем даже своей репутацией. Ради Бога. Понимая. Еще нету этого. Еще никто не понимает, что это такое. Но ты используешь эту возможность. Не понимая, зачем это нужно делать. Как в моей жизни, вот яркий пример, один из таких случаев. Их достаточно много. Та же пасхальная реконструкция. Вы видели, да, в Одессе мы проводили пасхальную реконструкцию. Там, где Иисуса вели и так далее. И знаете, когда я реконструкцией начал заниматься, оделся в Римского воина, и все подумали, зачем старшему пастырю, такой большой церкви, самой большой в Одессе, одеваться в Римского воина. Это странно, как минимум, да, или нет. Надо пиджак носить, обязательно галстук, туфля должна быть, что там, пиджак такой огромный, вот, и портфель обязательно кожаный, желательно. Вот. И знаете, и вот так он должен выглядеть. И тут во что-то оделся. Но знаете, внутри я чувствовал эту возможность. Вот мы, вот, я хочу просто передать, что это настолько сильное желание и понимание, что это ответ от Бога. Этим путем никто не ходил, никто этого не делал, нигде я этого не видел. Но внутренне я чувствую, что я должен идти этим путем. Вокруг говорят, зачем, почему, так никто не делал, наши деды не делали и так далее. Но внутренне я понимаю, то есть настолько уверенность, огромная уверенность, что ты просто идешь и делаешь, понимая, что это единственная возможность, которую Бог тебе дает. И сегодня благодаря этому прямо на Дерибасовской мы можем, наша сцена, поймите, сцена это не пару квадратов, сцена это вся Дерибасовская, с Екатерининской до Советской Армии или Преображенской сегодня. Это приблизительно около 500 метров пути. Это вся сцена для этой постановки и для этого действия. Около часа-полтора это происходит. Поймите, что это огромнейшее действие, когда со всей Украины снижаются телеканалы. Все украинские, один плюс один и так далее, и так далее. Все, все украинские, даже и с России телеканалы были, и с Англии, и так далее. Приезжают телеканалы, я уже не говорю, за местные. Огромное количество журналистов сегодня снижается для того, чтобы посмотреть, передать, что происходит именно на Дерибасовской, в Одессе. Но все начиналось с того, что внутри я понимал, что надо идти этим путем. Иногда я уверен, что каждому из нас Бог говорит что-то. Просто мы не привыкли слушать голос Божий. Мы не практикуем слышать Слово Божие или голос Божий. Когда Бог говорит, то мы должны научиться сразу выполнять, слушаться. вот есть побуждение пойти это сделать, иди делай это. А что, почему, а что я скажу? Ты все скажешь, ты все сделаешь, все будет нормально, ты просто пойди и начни делать. А как, а почему, я косноязычный и так далее. Пойди делать, это возможность, которую Бог дает в твоей жизни. Это Бог дает эту возможность, используй ее. И у каждого из вас есть уникальные таланты. Кто-то одно делает, кто-то другое, кто-то третье. Каждый по-своему уникальный, но своими возможностями, они различны, но своими возможностями мы можем прославить Бога, мы можем достигнуть новых людей, мы можем проповедовать Евангелие. Возможности, которые Бог нам дает. Как было уже сказано, что возможности, они удаляют всякие преграды, именно возможности, или желание исполнить возможности. удаляй всякие преграды. Еще один момент, на что я хочу обратить внимание. Всегда Божий человек преданно следует этим возможностям. Я именно слово добавил преданно. Преданно у меня была собака. Это преданно. Ты заходишь, и она уже наблюдает. Куда ты идешь, голову раз, заглянула, смотрит, все, она наблюдает, она смотрит, она преданная, за тобой хвостиком ходит, преданная. Знаете, верующий человек, Божий человек всегда преданно следует за теми возможностями, которые Бог ему дает. Это очень важно. Я останавливаюсь на этом. Потому что часто мы так чуть поигрались, а потом кинули. Знаете, как куколку, которую сломали, голова оторвалась, и мы раз ее оставили, все, следующую мне давайте. Это в деле Божьей не происходит. Дело Божие делается серьезно. Интересное местописание, еще, которое я хочу прочитать. Это 2 Тимофея, 1 глава, 16-18 стих. Уникальное место. Его редко вообще, я вообще не знаю, его читают с кафедры или нет. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих, но был в Риме с великим тщанием, искал меня и нашел». Интересный момент. Дом Анисифора, это, видно, какой-то человек, который имел определенные возможности. И знаете, Бог положил ему на сердце, чтобы он что-то сделал для Павла. И Библия говорит, что он искал эти возможности. Причем он не просто искал, он чаянием искал. Русское слово, чаянием, это же старое русское слово, сегодня его не используют. Ну, аналог, наверное, слово, какое можно слово? какое-какое? Нет, не упование. Неистово, да, то есть с огромным желанием, да, два слова. С огромным желанием искал. То есть он выискивал возможности. Он искал, знаете, как потерянная монету. Когда ты потерял ключи свои где-то там, знаете, в диване или еще где-то, и ты понимаешь, что опаздываешь, у тебя выхода нету найти эти ключи. Ты уже вспотел, ты бегаешь, ищешь, и ты не можешь найти. И знаете, в данном случае также и он искал Павла для того, чтобы послужить ему. Скажите, зачем тебе это надо, дорогой, дорогой друг? То-то Павел-то нормально выдержит, он-то и он еще не этого выдержал. Но смотрите, написано о том, что он искал его и написано не просто искал, я искал, знаете, я поднимал 500 килограмм, поднимал и не поднял, знаете, вот так бывает. Я искал, я старался, я пытался, я делал, но не получилось. Молодец, что-что старался, молодец, медалька тебе. Нет, не так происходит. Он искал, и написано, что? Нашел. Вот надо нам так хотеть делать добро, чтобы искать, чтобы искать и найти. и постоянно ищешь, 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 смотри, я хочу подметать, хочу подметать, все подметал, надо еще подметать. Вышел на улицу, и тут квартал еще подметал, смотришь, еще, не, не хватает, еще квартал второй подметал. Это вот это, об этом идет речь. Человек искал и нашел. Я хочу, я хочу помогать детям, да? Ну, хочу-то хочу, знаете, из утра встает, знаете, когда на застолье обычно, сели, ну, давайте, я бы, я бы помогал, я помогал, надо помогать, вот молодец там, кто там, кого мы знаем, молодец, помогай, ну, молодец, хорошо, ну, я тоже хочу помогать, ну, хорошо, помогай, ну, хорошо, все, вот это покушали, запили айраном или еще чем-то, колой, и пошли домой с этими желаниями. Иногда христианство уподобляется вот таким желанием, желанием, я хочу, я хочу, я хочу, я буду, я буду стараться, Да, пастор говорит, да, надо проповедовать Да, да Будет сейчас, вот я буквально Вот сейчас, вот я готов Только сейчас немножко, вот месяц надо подождать Месяц, второй, третий Ну еще чуть-чуть И знаете, мы всю жизнь готовимся Вот чему-то, какому-то броску Мы готовимся Это знаете, как жена говорит Мужу, что ты не работаешь? Я отдыхаю, что ты отдыхаешь? Готовлюсь, может нападут на нас Знаете, он готовится всю жизнь Уже 30 лет он готовится защищать родину Лежит на диване и телевизор смотрит Знаете, всю жизнь он готовится Вот так иногда верующий всю жизнь готовится К какому-то особому поединку Поединку, как ротоборцы, знаете Он готовится к сражению Уже 30 лет он готовится 35, уже он еле ноги тянет А он готовится Знаете, упуская все возможности Которые Бог ему дает Это дом, они Сифора Они искали и нашли Поймите правильно, что Рим Тогда был самым большим городом Мегагород Полтора миллиона жителей В то время Это было невозможно Найти в Риме было человека Найти человека в Риме Они искали по всему Риму Это целый дом искал Это разделились по группам Тот туда идет Тот там спрашивает Тот туда ищет Где он находится И написано Они нашли его Там не написано Сколько времени они потратили Но они нашли его И помогли И написано Да даст ему Господь Обрести милость у Господа Вонный день Вот это огромное благословение Которое Господь нам дает Сегодня очень важно Братья и сестры Очень важно Чтобы мы поняли Зачем мы вообще Приходим в церковь Мы должны понять Вообще Почему мы в христианстве Потому что Послание Павла Я вам такую мысль скажу Странную Вы сейчас может даже И помидорами кинете На меня Ну скажу Послание написано Павла например Не для всех верующих А только для посвященных Может быть я сегодня проповедую Не для каждого Извините Но я проповедую Для посвященных Как и Павел Проповедовал Да и посвященных Тит был посвящен Тимофей был посвящен Прочитайте В конце Кому послания Были направлены Филиппийцам Филимону Ефесянам Это всем посвященным Людям было Направлено Сегодня я хочу Чтобы христианство Было посвящено Вот мое огромное желание Настолько посвящено Что ради Христа Готовы были На край света пойти Ради Христа Были готовы Обнищать ради Христа Были готовы А это настоящая посвященность Без посвященности Нет пробуждения Еще раз хочу повторить Без посвящения Нет пробуждения Это вместе Сначала идет Посвящение А потом идет пробуждение Кто молится о пробуждении Посвясти себя для Господа Посвяти И тогда будет пробуждение Тогда будет благословение Я бы хотел бы Чтобы Варна Одесса Это были два города Которые огонь Духа Святого горит Они прекрасные города Стоят на Черном море Прекрасные люди Разносторонние люди Благословенные люди Я бы хотел бы Чтобы эти города Они служили Христу Те люди Которые приехали в Варну Живут Я был в эмиграции Знаю что такое эмиграция Не по слухам А на себе ощутил Настоящую эмиграцию Знаю что такое Культурный шок И так далее И так далее Хочу просто вам сказать Вы недаром здесь Находитесь в Варне Просто недаром Не может быть случайно С Казахстана Или с Белоруссии Или там еще откуда С Украины Просто приехать в Варну Вот Я не верю в случайности Мой Бог Так сотворил Вселенную И все устроил Он всем этим управляет Я не верю в случайности Я не верю в случайность Что в Китае Вот человек Учится в Китае Я не верю в случайность Я не верю в случайность на эти возможности, посмотреть на эти возможности и использовать эти возможности для славы Божьей. Бог определил, Бог определил даже этот день. Он определил даже тех людей, которые должны быть сегодня на служении. Бог определил и Он готовил. Может быть, мы проснулись просто так, пришли, но Бог готовил. Сегодня Бог готовил. Я хочу, чтобы мы действительно посмотрели, оглянулись и посмотрели на эти возможности. Не себя жалели, Проблема, что закрывает глаза Возможности, видеть возможности Это жалость себе Пожалей себя Да, Иисусу Христу сказали Пожалей себя Чего тебе найти там на крест Да пожалей себя, все нормально И чтобы глаза у него закрылись Он говорит, отойди от меня сатана Это не та жалость, нам не надо жалости Нам нужно исполнить волю Божию А где будет исполнение воли Божией Там будет благословение Аминь Мое время исчерпалось Я хотел бы, чтобы мы пристали и совершили молитву Мы попросили у Бога, чтобы Он открыл наши глаза Просто открыл наши глаза И мы увидели эти возможности, которые Бог дает Может быть, кому-то сегодня есть возможность Покаяться пред Богом Смириться пред Богом и сказать Господь, прости меня, омой меня кровью Я нуждаюсь в Тебе Как тот в Артемии Вопреки вот этим всем людям Кто смотрен, он просто надо закричать Иисус, Сын Давидов, помилуй меня Мне сегодня надо просто милость Божия Я уже суетился, приехал, был христианином, может быть, когда-то А сегодня я просто суетился У меня сегодня от христианства уже мало что-то осталось Может быть, нужно примириться с Богом Сказать, Господь, я хочу примириться с Тобой Я хочу быть искренним Чего мне обманывать кого-то? Может быть, кому-то это надо сегодня сказать пред Богом Помолиться пред Богом А может быть, кто-то никогда не говорил Иисус Христос, я хочу Тебя признать Господом в своей жизни Примириться с Тобой, служить Тебе Знаете, это молитва, такая общая молитва Давайте мы закроем глаза и будем молиться Аллилуйя, Господь! Мы благодарим Тебя и славим Тебя за милость и любовь Твою Которую Ты оказал нам Слава Тебе, Господь! Мы благодарим Тебя за то, что мы в Доме Твоем Аллилуйя! Мы благодарим Тебя, Господь! Что сегодня мы стоим на этом месте и видим благодать Твою Аллилуйя, Господи! Я прошу Тебя, благослови нас своей рукой Помоги нам увидеть эти возможности, которые Ты даешь нам в нашей жизни Аллилуйя! Эти возможности в благословении Эти возможности к изменению к лучшему Аллилуйя, Господь! Дай нам эти возможности видеть и исполнять И следовать за ними Аллилуйя, Господь! Мы прославляем Тебя и благодарим Тебя Может быть, есть люди, которые хотят, чтобы за них помолились Поднимите руки, кто хочет, чтобы за них сейчас особо помолились Уже особо Кто хочет, пройдите сюда вперед Мы совершим молитву Здесь есть служитель Мы совершим молитву за Вас Попросим Господь Помилуй, благослови Я нуждаюсь в Тебе Помилуй мою душу Только Ты мое спасение Церковь, мы сейчас молимся все Мы закроем глаза Идет духовная борьба И люди нуждаются в молитве Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господь! Во имя Твое я благословляю этих людей Аллилуйя, Господи! Во имя Твое Они сегодня нуждаются в милости Твоей Аллилуйя! Посети Духом Святым Аллилуйя! Посети Духом Святым Прости, очисти, освяти, помилуй Аллилуйя, Господи! Дай им спасение Аллилуйя! Пусть Твоя благодать и сила Духа Святого Придет в их жизнь Аллилуйя! И мы их благословляем именем Твоим — Прости омоя кровью своей. Аллилуйя! Сана тебе Господь! Ты милостивый Бог, аллилуйя! Аллилуйя! Милость твою окажи каждому из них. Окажи милость к дому ихнему, к жизни ихней. Аллилуйя Господь! Мы знаем, что ты ответ, Господь. Ты благосовение, ты милостивый Бог. Аллилуйя! Сана тебе Господь! Прими свою лону, благосови. Господи, а также открой глаза, чтобы они увидели те возможности служения Тебе и благословения другим людям. Аллилуйя! Мы славим Тебя, благодарим Тебя, возвеличим Тебя, ожидаем милость за Тебя. Аллилуйя! Сан на Тебе, Господь, Тебе за все слава вовеки. Аминь! Аминь! Пусть Вас Господь обильно-обильно благословит.